приветствую всех любителей резать на нашем канале и сегодня у нас с вами сравнительный обзор двух вроде бы одинаковых но по факту разных ножей а именно cold steel bush ranger и cold steel bush ranger light что же сегодня я хочу вам показать ну во первых я хочу поднять вопрос а стоит ли переплачивать десяточку вот за этот нож перед вот этим какой из них удобнее какой из них более надежен какой из них более народный и какой из них более подойдет для какого-либо серьезного использования что же давайте посмотрим на все основные характеристики на все основные фишки этих двух ножей и попробуем составить свое собственное мнение поехали определю сразу свою точку зрения по мне bush ranger light он удобнее чисто с эргономической точки зрения да то есть здесь все-таки момент открывания здесь присутствует шпенек который в разы удобнее нежели вот этот самая шайба если мы говорим про шайбу конечно то есть отсутствие шайбы здесь лишает нас возможности открывать нож одним движением с кармана сразу да то есть ну минус ну такой себе да то есть здесь скорее удобнее все-таки оперировать просто одной рукой нежели открывать нож с кармана тем более учитывая что есть определенные работы при которых вы просто-напросто не можете сделать это самое движение да то есть чтобы выдернуть резко нож с кармана то конечно шпенек более выигрышный чем же выигрыш на шайба до перед шпеньком ну как я уже сказал да это одно движение нож уже с кармана цепляется за карман и соответственно открывается до удобно но опять же не всем это нужно не все это любят плюс конечно здесь присутствует дополнительное запорное устройство как вы можете видеть да то есть мы передвигаем бегунок вперед и вот таким вот образом внутри это все срабатывает то есть этот бегунок заходит напрямую на сам триад да и запирает его до такой степени что на кнопке отсутствует какой-либо даже самый минимальный люфт то есть кнопка не продавливается абсолютно по эргономическим свойствам это наверное в принципе все да то есть оба ножа сразу скажу они очень удобны в удержании то есть лично под меня оба ножа заполняют ладонь полностью за счет вот этой вот округлой формы да то есть вы можете видеть что обработка здесь вот такая округлая все очень удобно и рукояти очень приятные в руке то есть по удержанию эти ножи очень и очень удобны но в обычном бушрейнджере рукоять изготовлена из гладкой достаточно g10 да то есть самый минимальный насечкой и соответственно да он не трет карман он абсолютно спокойно заходит на карман но опять же здесь насечка присутствует здесь рукоять изготовлена из фрн из пластика да и то есть вот это вот эта дополнительная насечка она добавляет дополнительного сцепления рукояти с рукой то есть у вас присутствует вообще полное ощущение ножа в руке то есть за счет того что вот эти вот самые маленькие насечки да они пик впиваются в руку здесь же этого нет здесь абсолютно гладкая рукоять но опять же по ощущениям она конечно же намного приятнее чисто в руке то есть чувствуется действительно монолитная конструкция нож это тяжелее чем light естественно то есть здесь все таки чувствуется какой-то монолит здесь же чувствуется просто ну действительно нож в руке но при этом опять же да то есть запор шпенек то есть лично мне это все таки более по душе к бушрейнджер улайт конечно же есть сразу определенный вопрос да вернее даже вопрос не к ножу а вопрос компании кол стил который выпускает этот нож вот вопрос у меня лично один почему запорный вот этот механизм установлен с лицевой стороны то есть я понимаю безусловно да это удобно когда ты большим пальцем сразу взял поставил на этот самый стопор да и все то есть этот предохранитель он как бы ну он работает как автомат калашникова он безотказный на то есть конечно это удобно спереди взял зажал сразу и все то есть нож у тебя не закрывается но извините пожалуйста раньше же ставили вот сюда назад то есть и в общем никаких проблем не составляло перевернуть нож поставить на стопор да и все и перевернуть его обратно если вы решили таким образом убрать вот это самое лишнее действие ну честно наверное надо было это делать не в ущерб дизайну потому что вот без этого самого стопора на лицевой стороне нож смотрелся бы совсем по-другому по габаритам давайте посмотрим по габаритам по габаритам ножи практически одинаковые то есть здесь в обычной версии длины клинка 89 миллиметров в версии light все-таки чуть поменьше восемьдесят четыре миллиметра то есть это даже можно будет увидеть просто напросто приложив два ножа друг к другу то есть чуть-чуть поменьше клинок получается и соответственно за счет вот этой самой вот этого самого шпинька да то есть чуть-чуть уходит режущая кромка то есть в итоге вы получаете где-то восемьдесят семьдесят девять где-то так миллиметров именно режущей кромки здесь же все-таки чуть-чуть побольше да то и за счет того что клин все-таки на 5 миллиметров больше да и плюс сама вот эта шайба она находится ну чуть-чуть выпирает до над режущей кромкой соответственно здесь режущей кромки у вас эффективный больше по клипсом клипсы здесь стальные и тугие просто до нельзя то есть оттянуть эту клипсу это надо приложить действительно немалые усилия то есть конечно на карман она будет заходить нормально но честно хотелось бы конечно чуть-чуть помягче потому что вот это все таки наверное уже действительно перебор продолжая про клипсу как вы можете видеть клипса переставляемая да то есть для левшей для правшей это все как всегда у колд стила присутствует по общей длине естественно бушрейнджер обычный чуть длиннее он в длине составляет в общей 213 миллиметров против 209 миллиметров у бушрейнджера вайт особой разницы конечно это не дает да но вспоминаем про режущую кромку и становится ну более или менее как-то неприятно да то есть можно было сделать эти оба ножа в абсолютно одинаковых габаритах здесь по весу у нас с вами 153 грамма здесь по весу порядка 120 грамм и в общем-то ножи ну действительно разнятся по весу то есть это ощущается в руке то есть этот конечно намного ощущается что он как бы действительно тяжелее вот в целом в целом ножи действительно сбитые ножи закончены и они цельные то есть и когда вы берете их в руку вы ощущаете что да это действительно вот то что ну доктор прописал то есть рукоять полностью чувствуется да то есть нож не маленький достаточно массивный то есть в обухе здесь у обоих ножей получается почти четыре миллиметра в принципе все вот нормально да вопрос в том что по маркам стали допустим вот здесь стоит 8 хром 13 молебден ванадий мы все знаем что сталь калится примерно на 57 единиц по рокву до против с 35 вен которая калится примерно на 5960 то есть здесь разница вот такая да то есть этот конечно будет тупица быстрее чем вот этот но опять же это все надо смотреть тестировать до вопрос в том как колл стилл закалила сталь 8 chrome 13 по режущим характеристикам да то есть ну вот можете видеть какие спуски здесь какие спуски здесь да то здесь они все-таки более более вогнуты то есть наверное по резу все-таки бушрейнджер обычный он будет резать чуть получше но опять же вспоминаем форму видим геометрию до вспоминаем толщину клинка и соответственно понимаем что нож все-таки при резе будет немного подламывать по допустим каким-то строгающим до свойствам конечно же этими ножами допустим ту же самую деревяшку построгать будет одно удовольствие вопрос в том как себя поведет опять же 8 chrome 13 ну скорее всего она немного проиграет но конечно же это будет ну результат такой средний да то есть нельзя сказать что это полный провал а это полный винда то есть это далеко будет не так по общим ощущениям от ножей ножи приятные как я уже сказал сбиты они цельны вопрос стоит ли переплачивать лишних десять тысяч за вот этот чисто ваше решение да то есть если вам нужен какой-то простой но надежный нож допустим на выезд на природу вы вполне можете взять себе бушрейнджер light и в общем-то остаться абсолютно довольными если же вас все-таки смущает вопрос вот этого ножа да то есть вам важна эстетика определенная да то есть здесь конечно же нужно брать бушрейнджер обычный и получать действительно максимум удовольствия от ножа что ж на этом закончим все спасибо всем за просмотр подписывайтесь на наш канал ставьте лайки дизлайки всем пока до новых встреч